Гунян хао. Обычно люди так обращаются друг к другу в первую встречу в первый день китайского нового года. Как отмечать первые дни нового года по лунному календарю? Об этом в наших весенних историях. Несмотря на то, что в канун праздника весны нужно бодрствовать всю ночь, на утро следующего дня уже надо быть как огурчик, одеться при полном параде и ждать гостей. Более молодые члены семьи желают старшим долголетия, а взрослые преподносят детям красные конверты с деньгами. Еще один необычный обычай. В этот день нельзя убираться в доме и выносить мусор, иначе можно вынести из дома еще и счастье. Пятый день по лунному календарю. Это день рождения бога богатства. В полночь четвертого дня многие семьи запускают петарды и едят пельмени. В Китае говорят, что, мол, чем раньше запустишь хлопушку, тем быстрее богатство придет в твой дом. По этому же поводу многие торговцы выходят с праздников именно в этот самый день, чтобы распахнуть свои двери богатству. Пятый день также широко известен как праздник по-у. В переводе ломая пять. Устойчивое выражение, обозначающее нарушать табу. А значит, время наконец-то вынести мусор и прибраться в доме. В пятнадцатый день первого лунного месяца отмечают праздник фонарей. Это официальный конец всей чахарды в честь праздника весны. Самая важная традиция этого дня – любоваться фонарями, разумеется. А еще в этот день в Китае едят на севере Юан Сяо, на юге Тан Юань колобки из клейкой рисовой муки со сладкой начинкой. Существует поверье, что вся семья должна отведать Юан Сяо, чтобы всегда жить вместе и счастливо. Вот такие традиции отмечать праздник весны существуют в Китае. Это были весенние истории. Увидимся.